Ну что ж, продолжаем наблюдать за событиями в рамках личного чемпионата мира по настольному теннису, который продолжается в японской Йокугаме. Еще один матч 1-8 финала. Дмитрий Овчаров, Германия против Малуна. Китайская надежда, спортсмен, которого, как говорят, выводят на лидирующие позиции в мире. Он уже является второй ракеткой планеты. И Дмитрий Овчаров, одна из немногочисленных европейских надежд на этом турнире, не приехал на эти соревнования его более именитый соотечественник Тима Бол. Хотя Дима стремительно догоняет его по титулам, я думаю, что вскоре он будет способен уже и на равных соперничать с Тимом Болом. Поговаривают журналисты, что у Тима Бола травма спины, но есть такой слух, что в принципе Тима Бол не чувствует себе достаточно сил на данный момент, чтобы достойно противостоять китайским спортсменам. И решил просто не посещать Йохугаму, лишний раз не утруждать себя, а сосредоточиться на более важных делах, на Бундеслиге, на Лиге чемпионов, где Борусия претендует на лидирующие позиции. Хотя, с другой стороны, Дима Овчаров на этот турнир приехал, он представляет тот же самый клуб, ну не знаю, все это досужие домыслы, не приехал, кстати говоря, на этот турнир еще и Грек Калинико Скрианга, у которого тоже проблемы со здоровьем. Зрители-то покидают трибуны, смотрите, матч с участием Японцев закончился, пошли домой. Но для нас не будет менее интересным данный поединок. Два очень талантливых молодых теннисиста, оба 88-го года рождения. Дмитрий Овчаров, серебряный призер Олимпийских игр в командном первенстве. И Малун, который в Олимпиадах участие еще не принимал, но уже является двукратным чемпионом мира в команде. Однако на обоих турнирах предыдущих он был по большей части запасным. Ну, сейчас мы увидим, я надеюсь, увидим борьбу. Очень бы хотелось, чтобы Овчаров достойно, ну, не заменил, подменил на этих соревнованиях лидера Европы более, и представил Европу на финальных встречах. Значит, будем надеяться, я надеюсь на головку Овчаров, аж светлая голова у этого молодого человека заставляет себя, заставляет себя играть современно, потому что в основном он играл за счет тактики. Ну, он, наверное, понял уже, что надо иметь суперсовременную игру техническую для того, чтобы прорваться наверх. Я надеюсь увидеть новые, не только технические элементы, но и жажду выиграть очко не только лишь удержать мяч или перехитрить, грубо говоря, противника, а еще и выиграть очко. Вот это то, что делают китайцы. Они не подчинены законам противника, а играют свою только лишь игру. Только в нападении, только лишь у суперострых. Но мы можем сказать, что Малонг, это сейчас третья ракетка, а недавно он был даже второй ракеткой мира, а на представитель Германии, Украины, бывшего СССР, Овчаров, Миша, ой, я папу назвал, извините, пожалуйста, Дима, 17-я ракетка мира, 17-я ракетка мира. Но мы сейчас увидим эту встречу, пожелаем успеха Диме. Ну, видите, вот этот, чуть-чуть подача выскакивает, сразу идет острая игра. Ну, Малонг все время так играет, он тоже много заходит, но и в то же время великолепно играет слева, поэтому особых проблем у него не будет в двухсторонней игре. Пару слов о том, как шли к этому поединку оба соперника. Овчаров обыграл в первом круге китайского украинца Коулея, 4-2. Далее его соперником был японец Коки Нива, победа со счетом 4-2. И в предыдущем раунде опасный был противник Олайчак из Гонконга, 29-я ракетка мира, тяжелейшая была борьба. Овчаров уступал со счетом 1-3, но вырвал победу 4-3. Что касается Малона, то у него сетка была не то, чтобы попроще, просто он свой статус третьей ракетки мира полностью подтвердил. Достаточно уверенно прошел всех соперников. Сначала Жолтопета из Сербии, уроженцы Венгрии, 4-0. Затем его соперником был поляк Ван Зин Ия, его бывший соотечественник Китаец, 4-1 Малун выиграл. Ну и 4-0 у Зорна Примороца, очень уверенно тоже у Хорвата. Теперь вот пробует пробиться дальше Малун, для которого лучшим результатом на чемпионатах мира в индивидуальном первенстве было как раз в стадии 1-8 финала. Ну оба спортсмена имеют результат уже, выход 16 сильнейших. Овчаров на Олимпиаде попал, по-моему, на 16. Малунг на чемпионате мира в 16. Теперь они впервые могут войти в восьмерку мира на крупнейших международных соревнованиях. Хотя мы знаем, что Малунг третья ракетка мира. Он обязан так выходить. Но я пожелал бы сейчас Диме успокоиться, потому что очень здорово проводит первый сет Малунг. Успокоиться. Ну, наверное, где-то надо затянуть даже игру, чтобы был розыгрыш. Потому что одним ходом намного резче играет Малунг, чем и Дима. И поэтому он не успевает. Надо, наверное, усложнить игру. И где-то, ну, не думаю, чтобы надо подавать подачи с боковым вращением. Потому что сразу идет атака. Чуть-чуть вниз для того, чтобы разыгрывать мяч. Чтобы хотя бы первый ход был очень активный. По месту, по вращению. И после этого уже играть дальше. Ну, Малунг, конечно, это, наверное, следующий этап настольного тенниса в Китае. Он должен, наверное, поколение новое. Он должен заменить. Наверное, поэтому его подтягивают. Не только лишь в тренировочном процессе. Наверное, выдвигают на роль лидера. В какой-то мере даже, наверное, зажимая чуть-чуть ветеранов. Ну, Китай это. У меня такое впечатление иногда. Я когда смотрю большие залы и огромное количество спортсменов играю. Мне кажется, что вот на этой линии готовятся спортсмены десятого года. На другой линии готовятся спортсмены, которые будут представлять Китай в лидирующих позициях во всех разрядах. На второй линии, на четырнадцатый год, на третьей линии. Все расписано заранее. Все расписано. Ну, и хотелось бы, чтобы и у нас в Европе то же самое было. Какая-то система, чтобы привела к тому, чтобы мы были бы конкурентоспособны. Пока вот нету Вовы Самсонова чуть-чуть. Вот видите, он оступился. И уже представителей Европы практически нет. Один Дима остался. Один Дима остался. А Геонис еще остался. Грек. Ну, к счастью, в одной восьмой финала будет один представитель Европы. Поскольку между собой будут встречаться Юс... Юс их Юг чуть было не сказал. Панайотис Геонис. Еще один просто защитник. И Микаэль Маза из... Ну, Маза уже был призером чемпионата мира. Поэтому, дай бог ему повторить этот великолепный успех. Будем болеть, конечно, за наших европейцев. И очень надеяться на них. Вот Дима сейчас усложнил прием слева. Такой своеобразный топ-спин со стола. Одной кистью с боковым вращением. Ну, и вот первый очко он вышел в лидирующей позиции в втором сете. Дай бог. Вот опять он. Ну, потом, видите. Ну, сложный, конечно. Я думаю, что уход в среднюю зону и за счет ног Малонк будет его доигрывать каждый мяч. И очень сложно будет играть. Очень сложно. Наверное, как-то надо остаться на столе и усложнить по вращению, по направлению. Подача великолепная, Дима. Ну, вот видите, опять. Тот очень четко, коротко оставил. А Дима не справился с обратным вращением. И мяч чуть-чуть выскочил. И сразу идет суперострая. Теряется, по-моему, Дима. Так видно, что сковано немножко его движение. Я думаю, что все-таки это один из лидеров мирового настольного тенниса. Не то, что он теряется, наверное. Просто тут пока его переигрывают. Диме надо найти игру. Потому что, ну, надеюсь я на его голову, на его тренера. И вообще именно на Диму просто. У него двухстороннее нападение. Просто немножко надо себя активизировать, активизировать. Пропустил ход. Это не один, по-моему. Да, да. Можно было все-таки начинать. Опять. Коротко не получилось. Любой мяч чуть-чуть. Один миллиметр, полмиллиметра мяч выскакивает. Идет сразу атака. Подбор ножек. Мощные вращения. И сразу выигрыш очка. А вот, Дима, усложнил прием. Вот этот топ спин слева с боковым вращением со стола. Он приносит ему уже второе очко в этом сете. Из трех-два. Ну, активных-то мячей, смотрите, практически нету Дима. Нету, нету, нету. Только на ошибках. Ну, даже не на ошибках таких. На тонкостях, которых Малонг хочет каждый мяч выиграть. Сразу выиграть. И, конечно, сложно это. Если он каждому мяч будет играть так, как он играет, то он 11-0 должен выиграть просто. Ну, это тоже самоубийство было для вчерого. Ну, так помните, как призером чемпионата мира стал МАЗ. И обыграл-то кого, да? Тоже китайцы? Да, 0-3, 0-3 и 7-10 и одни свечи. И призер чемпионата мира. Но я не хочу, чтобы Дима это делал. Он может нападить. Вот опять слева. Молодец. Ну, вот пошла игра слева. Надо себя заставить двигаться. Потому что он справа все-таки немножко пропускает мяч. Не по восходящему играет, а по опускающемуся. Мяч довольно-таки высокий. И Малонг, великолепно играя ногами, перекручивает рукой. Играет ногами здорово, а перекручивает рукой. Значит, ноги, постановка ног. Фантастическая. Ну, вот, по-моему, чуть-чуть нащупал игру Дима. И пожелаем ему продолжать и активно, и стабильно играть. А там на соседнем столе, кстати, так сенсация назревает, Владимир Александрович. Ван Хао проигрывает Дзянь Тянь Ю после двух партий 0-2 уже. Ну, дай бог. Дай бог. Дай бог, чтобы представитель не только Китая оказался в четверке, а какой-то представитель хотя бы другой страны. Пусть и Гонконга, да? Ну, Гонконг и японец там будет. Я думаю, что японцы будут фантастически рады, если их спортсмен окажется в четверке. А появляется шанс, если выиграет спортсмен не ванхау. Ну, вот и здесь какая-то борьба завязывается. 6-5 Дима ведет. Ой, великолепно. 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 Но все равно, смотрите, очень сложно подал Диму. Он коротко все время подал. Вдруг здесь подал подачу с сильным боковым, ну, таки полунижним вращением. Малунг не ошибается, в принципе. Его надо переигрывать. Переигрывать за счет чего-то. И вот сейчас Дима все-таки этот мяч очень четко сыграл слева на столе. Удержал этот мяч на столе и потом еще раз подкрутил. Конечно, так мощно и так быстро, как у Малунг. Он не может играть, но за счет... Вот. Ну, это все. Это отход. Надо заставить себя остаться на столе. И, наверное, какая-то агрессия должна быть, присутствует. Ну, вот, видите. Лех, топ-спин справа. Все топ-спины справа, которые Дима делает, Балунг перекручивает. Потому что образуется время. Великолепная работа ног и идет перекрутка. Мощная перекрутка. И опять вот этот топ-спин слева. Смотрите, сколько очков он принес ему. Ну, наверное, это должно быть основное направление. И ждать справа, играть перед собой, не пропускать мяч, чтобы у противника не образовалось время для атаки, для острой атаки. Ну, сейчас, я думаю, Дима придумает подачу более сложную. Хорош. Молодчик. Молодчик, молодчик. Вот так, каждое очко он должен по крупицам собирать. Безаляберной игры не должно быть. Он не сможет его переиграть в мощи, в скорости. Головка. Молодец. 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 Просто молодец. Просто выдержит. Ну, сердце, я думал, что все, упустил уже этот розыгрыш. Но он заставил себя зайти. Во-первых, он перекрутил слева. Он не просто сыграл. Он из средней зоны не кинул, как предыдущие мячи. С свечами хочет выиграть очко. А именно перекрутил. Он предоставил сложность для противника. Вот, коротко ставил. Еще раз коротко. Еще раз коротко. Ну, довольно-таки не острый. Просто топ-спин сделал. Но, может быть, как раз к этому и не был готов Овчаров. Он ждал, может быть, и более острые атаки. Может быть, ждал и более острые. Не подошел к столу, чуть-чуть ушел. Думал, быстрый и длинный мяч будет. А он отрался. Не готовился, возможно, перекручивать уже. Он коротким, да, оказался мяч, и он не дошел до него. 7-10, еще три сетбола. Но так пассивно нельзя это. Ну, перекручивать. Доставь себя перекручивать. Нет. Вот, 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 твое дело. Молодец, молодец. Молодец, молодчи. Вот стал перекручивать слева, не спасаться. Там кинул, конечно, свечку. Но после этого стал вращать именно, вращать. Перехватывать инициативу даже в дальней зоне. В дальней зоне тоже можно играть активно. Ну, вот 1-1. Огромная надежда. Огромная надежда на представителя. Европы. Двух тренеров мы сейчас увидели. Рихард Праузе, наставник мужской сборной Германии. И Люгу Алян великий, величайший уже и игрок, и тренер китайский. Кстати говоря, вот когда на Олимпиаде был, прочитал такую очень интересную деталь. Люгу Алян женился в 2007 году в день, там, какой-то, я не помню, августа, ну, допустим, там, 18 августа, да. И специально это было сделано, выбрана именно эта дата. Знаете, почему? Дело в том, что ровно через год на это число был намечен финал командного олимпийского турнира. И китайцы выиграли этот командный турнир. Свою медаль Малинь подарил Люгу Аляну, потому что не даются медали тренера олимпийских. Да-да-да. Вот, тот подарил ему эту медаль, а Люгу Аляну ее отнес домой и преподнес своей жене на годовщину свадьбы. Ну, я думаю, что любой срок бы, если он назначил, все равно бы они были олимпийские чемпионы. Ну, давайте, третий сет. Не надо только пассивный, только не пассивный. Нет, все-таки надо начинать слева, может он вот этим топчиком со стола захватывает инициативу, и пока Малонг не справляется с этим вращением, надо использовать это. Но с другой стороны китайцы тоже уже начал вправо разворачивать игру. Ну, это сразу перекрутка. И потом идет подставка из средней зоны. Все-таки Дима должен продолжать атаку, я думаю, что обязан продолжать атаку. Он сделал вращение и перекрутка, ну, еще раз крутит, перекручивает, захватывает инициативу. А прием блоком из средней зоны не приносит успеха. Ну, вот, топ спин слева, конечно, намного быстрее у Димы, чем справа. Надо пользоваться. Но для этого нужны ноги, китайские ноги. Очень надеюсь, что Дима это знает и включит их. Вот, подрезал очень сильно. Пять вправо. Все тоже справа, по-моему, Малонг справляется. Только слева не справляется. Ну, правильно делал, атаковал, не дошел чуть-чуть. Ну, мне кажется, еще и темп чуть-чуть не выдерживает. Чуть-чуть опаздывает к мячу. Немножко, совсем. Великолепно, молодец. Чуть-чуть быстрее себя заставить. Да, наверное, ему приносит успех и такая игра, когда он играет. Ну, активно, но не быстро. За счет уровня игры, за счет стабильности. Ну, здесь, наверное, это уже не пройдет. Вот этот мяч сразу перекручивается. Даже обкидка какая-то получилась. Ну, он топ сделает. Он топ сделает для среднего игрока. Сложный мяч для среднего игрока. Ну, Малонг, это игрок тройки мира сейчас по рейтингу. Я думаю, что для него это не проблема. И шлифовка перекрутки по таким мячам, она... Ну, наверное, не как у нас по 20-10 минут за тренировку, а часами. Наверное, там объемы совсем другие, поэтому... Практически по этому мячу не промахиваются китайские спортсмены. Отрывается счет, чем Малонг. Ну, потому что опять немножко пассивно сыграл эти очки. Розыгрыш Душков был со стороны Акчарова очень пассивный. Доигровка, конечно, у Малонга великолепная. Ну, вот, справа, конечно, чуть-чуть хуже, чем слева Акчарова. Ну, давайте будем надеяться. Может быть, он именно играет только в четный второй, четвертый, шестой. Если так будет... С этого имеете? Да, с этого. Второй, четвертый, шестой. 3-3, а при 3-3 там переход, и возвращаешься на свою сторону, которая приносит успех. Он немножко потерял еще свою игру при этом. Акчаров чуть-чуть уверенности ему не хватает. Ну, опять зашел, вроде бы все правильно делал. Тяжело, тяжело, тяжело заходить. Я думаю, что можно использовать свою великолепную игру слева, чуть-чуть побольше. Потому что заходить и играть так, как играют азиатские спортсмены, больше играя справа, наверное. Им это свойственно, а нашим игрокам и игрокам мы же разыграем. Все-таки европейцы больше разыграют мячи, а азиатские спортсмены тренируют и практически играют какие-то комбинации двухходовки, трехходовки, которые каждый раз заканчиваются усилением. Очень сложно, конечно, в их игру играть и их же переиграть. Ну, думаю, что Дима сейчас опять в перерыве получит еще более четкое указание тренера и сам подумает. И опять будет играть именно так, как он играл во втором сете. Во второй сете он великолепно провел. И агрессивным, и умным очень. Ну, а в параллельном матче, тем временем, Ванхао подравнялся в счете. 2-2 уже? 11-4, он выиграл третий сет и ведет в четвертой партии 8-6. Ну, класс игрока, конечно, слишком высокий, чтобы проигрывать со счетом 0-4. Будем надеяться, чтобы 3-4 был, хотя не 0-4, а 1-4. Не думаю, что, конечно, Ванхао может проиграть. Ну, давайте заставить, заставить. Брауза должен заставить его правильно играть, заставить остаться на столе. Более агрессивно играть слева. Правильно? А здесь тренерская установка, приказ от Люгу Аляна в адрес Малуна. Еще одна такая любопытная деталь с Олимпийских игр в Пекине. Малун, как и ченцы, был только в команде, а в личном турнире принимали участие более именитые легендарные китайцы. Так вот, я когда на трибунах сидел, они сидели с тренерами рядом, недалеко, со своими. И чуть ли не заводилами были вообще на трибунах в плане поддержки своих соотечественников. Ну вот, Дима, еще раз повторяю, смотрите, начался сет и опять то очко, которое мы тогда говорили, повел во втором сете, опять Дима повел и повел топ спином слева. Опять активно сыграл, не испугался. Заставил себя играть слева. Конечно, великолепное, именно даже такое хочется сказать, суперпростое слово. Фантастическая стабильность во всех элементах китайского спортсмена, если приходит к нему мяч, который он успевает. Он практически не ошибается. Перекрутка фантастическая слева и справа. Надо что-то придумывать или более быстрое, или более сложное по направлению. Ну, Дима повел 2-1. Ну, скидка по подаче произошла, скидка. Увидел он подачу, потому что Дима подает эту подачу то с боковым вращением, то боковое нижнее вращение, боковое верхнее вращение. Очень сложная подача у Димы именно по вращению. Ну, сейчас очень четко справился. Вот опять вот это. Немножко высоковато. Сделал тут спину. Мяч вот если будет повторять, вы посмотрите уровень полета мяча над сеткой. Практически 10 сантиметров над сеткой. Очень стабильно все вращают. Вот опять. Ну, почему не доигрывается мяч? Чуть-чуть, чуть-чуть еще. Ножками не успевает разворачиваться. Уже сыграл слева, его по инерции занесло. И уже не в позиции играет. Надо еще раз развернуться чуть-чуть хотя бы. Это вот как раз те тонкости, да, которые все и решают на таком уровне. Ну, тонкости тренировочного процесса даже. Потому что, думаю, что спортсмены в высочайшем уровне играют автоматом. Они, ну, есть такие законы самые элементарные. Там умение переходит в навык. Автоматически происходит движение и соприкосновение ракетки с мячом в нужной точке. Это за счет тренированности. Ну, длинная подача. Справляется Малонг с этими подачами. Очень активно играет. Хоть чуть-чуть она выскакивает. Надо, наверное, усложнить, может быть, подачу. Но они не должны выскакивать за уровень стола. Поэтому Малонг прокручивает этот мячик, как бы уничтожает вращение подачи своим вращением. И выигрывает это. Дима играет короткую игру. Великолепно, конечно, играет. Но вот после короткой игры надо что-то делать, что-то придумать. Потому что без активности сложно будет выиграть. Ну, вот опять высокий мяч. Идет сразу активность. Семь тренированных. Ну, хотелось бы, чтобы сейчас Дима зацепился за этот сет. Именно за этот сет. Потому что 3-1, конечно, сложно. Хотя он и выиграл в предыдущую встречу, проигрывая 3-1. Но он не против китайцев. Ну, не против. Ну, может быть, психология у него хорошая. Устойчивый молодой человек. Надеемся. Вот 7-4. По очку сейчас каждый раз. По очку. И стабильный. И более активный. Они, кстати говоря, встречались между собой в январе этого года на открытом чемпионате Дании. В финале. И Малон выиграл очень тяжело. 4-3. Да, да, да. Дима может все это. Может, может. Очень надеемся на него. Вот он справляется с подачей. Очень четкий подход к мячу. Посмотрите, ракетка четко подходит. Не встречаются две субстанции на скорости мяч и ракетка. А именно, что ракетка уже четко подставлена под определенным наклоном и идет игра. Вот четко, четко, все перед собой, все перед собой, все ровно, все правильно. Такое ощущение, что все мячи удобные. Все мячи удобные. А удобные за счет ног. 11-4 очень уверенно сыграл китайский спортсмен. Четвертый сет и повел 3-1. Вот те сеты, которые выиграл Малу, но он взял их очень уверенно. 2-2-4. Ну, потому что очень... Когда идет борьба, тогда, наверное, спортсмены могут ошибаться в какой-то мере. А когда ты ведешь, ты раскрепощенный, тебе легко играть. Ты можешь рисковать. И обмен очками есть такое понятие. Если кто-то оторвался, то проводишь практически одни и те же комбинации. И если ты одну выиграл, вторую проиграл, то разрыв в счете остается. Поэтому размен. Чем ты больше разнообразия не играешь, то больше можно потерять очко. Ну, вот меняется майка. Будем надеяться, что она более счастливая, чем предыдущая. Не только, наверное, счастливая. Она более такая, которая более свежая и впитывает лучше пот. Потому что спортсмены играют очень агрессивно. Много подвижности. И пот выделяется очень серьезно. Очень серьезно. Это не из-за того, что кто-то хочет что-то поменять. Правда. Мокрые. Иногда люди мокрые. И очень неудобно, что мяч может дотронуться до этой мокрой поверхности рубашки. И после этого, может быть, какая-то ошибка при приеме подачи или при исполнении подачи. Вчаров остается еще рядом со своим тренером. Судья указал, что нужно будет повесить и на свежую футболку номер. Вот болельщики, кстати говоря, вчера подсмотрели. Я, если честно, не видел. Но утверждали, что когда с Кулайчаком встречался Вчаров, и то ли перед решающей партией, то ли перед шестой, тоже сменил майку. И забыл номер повесить на спину. И так и доигрывал встречу. И никто на это не обратил внимания. Ну, это уже забота тренера и судьи. Поэтому они должны за этим следить. Ну, помните, мы смотрели чемпионат мира и говорили, что очень хорошая традиция, чтобы зрители очень четко знали уровень игрока на спине. Написан номер не просто номер представителей Германии 17-й или третий номер представителей Китая. Это номер мировой классикации. Сразу видно, какого уровня два спортсмена встречаются. И можно или болеть за более слабого, грубо говоря, соперника, ну, участника, или наоборот восхищаться великолепной игрой лидеров. Не все, конечно, зрители очень четко знают в лицо любого спортсмена. Тем более нам сложно про азиатских спортсменов. Нам кажется, что они все на одно лицо. Я иногда с китайцами разговаривал, им кажется, что и европейцы все на одно лицо. Но это нормальное явление, поэтому... Ну, давайте. Мы знаем, конечно, великих спортсменов китайских в настольном теннисе. Ну, перекручивай, Димочка, пожалуйста. Заставь себе этот мяч перекручивай. Даже если ты блоком примешь из средней зоны, он докрутит. Он не будет совершать ошибки, которые ты можешь собрать, ну, на каких-то открытых чемпионатах. Это чемпионат мира. Здесь надо чуть-чуть заставить себя более остро играть. Более агрессивно играть. Заставить. 2-2, 2-0 повел Дима. Сравнялся счет. Чуть поактивнее стал играть справа, по-моему, Овчаров. И стал заходить при подаче китайца подлево, чтобы активно сразу его сыграть. Ну, много ошибок. Это его очко сейчас было. Он обязан был выигрывать. Ножки не дошли. Просто сыграл с туловищем. Чуть-чуть нужно было ногами больше уйти в правую сторону. Ошибки. Две ошибки. Представляете, две атаки. Именно, наверное, тем и отличаются азиатские спортсмены, что они не ошибаются в простых мячах. Просто не ошибаются. И очень сложно с ними играть, потому что ни одной простой ошибки просто завораживает. Не знаешь, куда даже играть. Ну, давайте. Надеяться. Надеяться. Подержал. И крутанул. И еще крутанул. Молодец, молодец. Ну, вот. Ну, заставил себя вращать. Удержал вращение. Причем удержал левый угол. Да, на приеме удержал. А потом перешел сам в активной игре. Сам через вращение. И переиграл по левой диагонали. Вот опять этот. Ну, привык уже Малонг. Привык к этому топспину. И причем топспин стал не быстрый в длину, а как бы короткий в центре стола. И времени очень много образуется у Малонга. И он успевает зайти и перекрутить этот мячик. Первый слой. Великолепный, великолепный. Ну, давай, Димончик, давай. Что-то не впервые, по-моему, заиграл. Так, справа крутанул. И правый угол. Да. Не пропустил, потому что все-таки он много играет по опускающимся. Справа. Здесь он сыграл по верхней боковой части мяча. Практически по восходящему мячу. Переиграл именно на скорости. Переиграл. Ну, сложнее только. Коротко и сложнее. И вот. Ну, этот простой мяч. Ну, обманул. Просто он обманул. Он сделал плоский топспин. Не справился Малонг. Он, не знаю, он, наверное, привык к супермощным вращениям. Поэтому такую ошибку. Ну, там Павчеров под столом где-то что-то там крутанул. Он именно, да. Сделал вид топспина. На самом деле мяч не вращался. Хорош. Срезал. Хорош. Вот мы сейчас. Можно еще срезать. Ну, это просто боление. Боление. Да, боление. Ну, доставить. Мне казалось, что он мог атаковать с этого мяча вращением слева. Потому что мяч был с боковым вращением. Его легче схватить слева, чем с нижним. Вот. Готов был вращение, Зимульский. Молодец. Был готов уже. Приготовил. Видели, как он приготовил ракетку с правильным наклоном для того, чтобы крутануть? Так, вам хаул там повел уже. Вот, вот, вот. Молодец. Ну, заставить себя. Наверное, чего-то не хватает. Заставить. Именно заставить себя. Только заставить. Потому что можно выиграть даже вот подрезкой один мяч. Один. Но четыре будет проигранным. Обязательно. Соотношение не очень хорошее. Короткое только. Только, чтобы не выскочило. Нельзя, чтобы выскакивал. Дима. Может быть, тайм-аут сейчас возьмет. Да, я думаю, тайм-аут будет брать. 7-5. Ну, пока нет. Не берут. Он ведет. Поменял подачу. Потому что чуть-чуть выскакивает подача. Напряжение очень большое. Вот. Молодец. Перекрутил. Конечно, здесь работа ног. Работа ног. Правильно. Он все сделал. Все великолепно сделал. Перехватил инициативу. И ошибка справа. Ошибка справа. Вот таких ошибок азиаты не допускают. И не делают. Ну, 7-7. Давай. Думаю, что сейчас Дима все понял, что надо атаковать с подачи. Если она с боковым вращением. Но опять готовился. Видно был браке. Потому что он не справляется. После этого идет расстрел, грубо говоря. Молодец. Даже заходить стал. Молодец. Правильно. Правильно. Но если это сильнейшая сторона, почему ее не используют? Тот же Ванхау заходит в правый угол и играет слева. Пером играет и крутит слева. Пожалуйста. Это что? Обратной стороной. Обратной стороной. Неприятно вот это вращение получается. Именно. Да. Боковое вращение. То же самое Дима сейчас использует. Вот. А теперь запилил. Срезал. Что-то я не понял, куда мяч попал. Через секу. Перевалился. Да. Вот он изменил. Видите? То атаку сделал слева. То сильно-сильно запилил этот мяч. И практически. Молонг не справился с этой подрезкой. Но повезло ему. Именно повезло. Давай, Дима. Его подачи. Надо. Столько ошибок. Теперь минуту. Ну что, тайм-аут нужно брать. Тайм-аут. Тайм-аут. 7-5 вел Овчаров. И вот этот отрезок проиграл. За счетом 1-4. Но опять свой был мяч. Подал подачу. Получил довольно-таки хороший мяч. И не сделал топ-спин справа. Таких ошибок не должно быть. Скорости. Скорости передвижения немножко не хватает. Об этом и Брауза говорит. Что ты, если взвинчиваешь темп, то успевай разворачиваться. Успевай вставать. Ноги ставь. И корпус поворачивает. Не успевает разворачиваться. И правая нога справа впереди. Поэтому. Ну как вот вы. Наверное. Лучше всего это объяснить. Как бокс. Если ты не развернешься. То не ударишь сильно. То же самое и. На стольном теннице надо обязательно разворачиваться. Слева немножко легче. Потому что все время все перед собой. Ну давайте болеть. Боже мой. Повезло. Опять два мяча. Два мяча. Две сетки сделал в конце в Малонг. Причем решающие два мяча. Ох, как обидно. И сейчас практически выигрыш уже был. Очень остро сыграл Дима. Даже через удар слева. Не через топс. Два мячбола у Малонга. Да. Малон все-таки выигрывает эту встречу. И выходит в следующий крок. Увы, Овчаров заканчивает борьбу. И европейцев остается все меньше и меньше в основной сетке. Но я так понимаю, что мы сейчас в срочном порядке. Переносимся на соседний стол. Где встречаются Ван Хао и Дзянь Тянь Ю. И будем наблюдать за шестой партией. 11-8 в решающем сете. Малон взял верх. Опять же вспоминаем, что Овчаров ввел 7-5. Но вы. Так.